Друзья, здравствуйте! Меня зовут Аня, а это Дима, а там еще один Дима. Вообще у нас, да, у нас висят все еще наши имена здесь, так что, да. Если вы умеете читать. А вдруг нет, в таком случае нам надо помочь людям. Ведьмак, Ведьмаком это и так ясно, оценка высокая, как вы относитесь к Heavy Rain. Внезапный переход! Очень резкий! Вау, просто что происходит? Как ты относишься к Heavy Rain? Я не играла, но смотрела. Много. Нет, я... Ну, разница не велика, да, но... Нет, я в Heavy Rain играл. Мне не понравилось. Это очень странно, то есть у тебя в середине возникает такое ощущение, типа, ммм, кажется, я знаю, чем это закончится. И вместо разрушения ожидания тебе дают ровно то, что ты ожидаешь. Ну да, клюшечненько. И-то странно. Вот если бы они как-нибудь все там хитро завернули, это как в Life is Strange. Я все ждала, что уборщик украл Рэйчел, насилует ее в подвале и носит ее вещи. Вот это было бы классно. Потому что у него там женские шарфики в подсобке. А оказалось, что у него просто женские шарфики в подсобке. Аня, у меня вопрос, ты будешь делать косплеи? Друзья, разве что на кого-нибудь очень толстого. Ой, ладно тебе! На самом деле на выходных мы с знакомой разговаривали. У меня есть знакомая, вообще отличная девчонка с прекрасной внешностью, с прекрасными данными. Она модель. Вот. Ну, такая. Вот. И я смотрю на нее, думаю, блин, вот на нее косплей любой сел бы просто идеально. С такой-то фигурой, с таким лицом. Он мне такой, вот, а ты там не хочешь покосплеить? Я поняла, что, во-первых, из-за осанки. Осанка у косплейеров должна быть чертовски вообще правильная, и спина прямая. Да, просто так коу проглотил. Это самый худший вообще грех косплейера, если он сутулится. И во-вторых, ну, серьезно, я не смогу подгонять свое тело под нужные размеры вот так вот быстро. Потому что все такие, все хат-хат-хат-хат-хат-хат-хат-женщины из игруль и фильмов. А я картошка, да? Нет, тут, кстати, продолжается вопрос на ютубе То есть не в том смысле, как зовут ведущих, а что вообще это за люди незнакомые такие А то я давно вас смотрю, ребят Ну, если смотрите давно, я как бы здесь с начала сентября Аня, да, потянулась чуть попозже Я редактор, Аня редактор тоже То есть мы здесь вообще давно и вроде бы надолго Спрашивают, то есть Анна сразу поняла, кто оригами киллер? Я говорю, я в середине игры предположила, чем это все закончится Ну, поскольку я смотрела несколько прохождений В каждый раз в середине игры я примерно такая Наверное, это закончится вот этим И игра давала мне вот то, что я хотела Вот тебе рекомендуют, делай на Мэй На Мэй? Полярница Да, блин, неплохой вариант Аня просто только на прошлой неделе купила овервот Мне подарили овервот Отдарили даже Привет, Пушкарь, здравствуй Спасибо тебе за овервотч еще раз Вот, мне Пушкарь подарил овервотч И теперь я обмазываюсь овервачем Мне так хорошо Я играю за фару и за солдата очень плохо Аня, покажи тело, мы поможем с косплеем Сейчас Сейчас Девушки так любят прибедняться Это для того, чтобы им комплименты делали Анна, вы прекрасны Спасибо большое за комплимент Но дело в том, что я оцениваю себя трезво Фэт принцесс Нет, я же сказала, я не смогу подстраивать свое тело быстро под нужные размеры То есть для Фэт принцесс мне придется очень много кушать, что я и так в принципе делаю Да, через пару лет смогу косплеить Ладно, я думаю, пора переходить к новостям Да, мы же здесь для этого собрались И начнем мы с халявы А именно то, что у нас можно словить ноутбук Asus ROG GL702VM Напоминаем, да, вот о конкурсе, который проводим совместно с компанией Asus Что нужно для этого сделать, чтобы себе заполучить халявный ноутбук Решить, какую игру вам следует запустить на этом мощном устройстве Посредством нашего специального теста Подготовленные вопросы определяют, какой игровой жанр подходит вам больше всего Проанализировав ваши ответы, тест выдаст вам рекомендацию Которую вы, в свою очередь, должны поделиться в социальных сетях А заодно подписаться на группу Asus ROG во Вконтакте Один из счастливчиков, которого мы выберем случайным, опять же, образом Получит от нас в подарок ноутбук Asus ROG GL702VM Вот, и продолжается вся эта в канале до послезавтра включительно То есть до 28 декабря и 29 числа в четверг Кто-то из вас узнает, что он счастливый обладатель вообще ноута к Новому году По-моему, это замечательно Ты прошел тестик, на какой игровой жанр подходит тебе больше всего? Мы не можем, мы не можем Мы можем Тест проходить, а выигрывать нет Да, тест прошел А смысл? Узнать, какой игровой жанр подходит тебе больше всего? Я вот, например, боюсь проходить Вдруг мне там скажут, что мне мобки не подходят Придется пересаживаться на что-то другое Ну, какой-то тест будет тебе диктовать, что делать Ну, я же женщина, я же должна прислушиваться к дурацким советам из интернета, нет? Типа там форумы, все дела Ну ладно, перейдем от стереотипного странного мышления К следующей новости, о которой вы и так, наверное, все знаете В пятницу лег Steam, и все думали, что это из-за того, что сервера не справляются Что наплыло столько народу Халява! Да, что, которые охотились за халявой Что просто вот Steam взял и не справился А на самом деле это хацкеры Хацкеры? Кул хацкеры Да, и они положили не только сервисы Steam, но и сайт Valve Вот так вот За это уже взяли на себя ответственность нескольких хакерских команд Запрещенные везде Не знаю, где они запрещенные Я даже не знаю, что это за ребята, что они раньше делали Но, возможно, друзья, поскольку уже несколько команд взяли на себя ответственность Я не думаю, что они работали вместе Скорее всего, они просто пиарятся за чужой счет Нехорошие люди вообще, да Не уважаем совершенно Я просто помню, я сам Во-первых, он не просто лег Но он и не давал поиграть, собственно, во все то, что у тебя куплено Потому что я только ломанулся там с криком Deus Vult в Chivalry И меня никуда не пустило Но не надо так Да, не надо так, я согласна Просто хорошо зарубился Я подсел Она вроде такая довольно хардкорненькая Не люблю хардкорные игры Серьезно Не мое это Сейчас поделюсь своими какими-то ощущениями После того, как у меня появился новый компьютер Ребята, я заново полюбила игры Буду устанавливать все игры, да? Я их покупаю Я просто играю в них по очереди Потому что мне хочется во все, во все, во все поиграть Я устанавливаю их кучами, обмазываюсь И не сплю по ночам И вот пока прошлую неделю я болела Я успела переиграть И в Ведьмака Я, короче, по очереди играла в Ведьмака, в Overwatch И вот так вот Цикл Да Замкнутый круг Было просто прекрасно Даже через автономный режим не пускала? Неа Пытался Не получалось Хотя нет, через автономный, по-моему, что-то куда-то получилось Но в основном были проблемы тоже Друзья, следующую новость тоже возьму на себя Раз я сегодня Потому что радостная, короткая вещь Да, про Overwatch Кто еще не успел открыть К Новому году Blizzard подарили всем игрокам в Overwatch По пять зимних контейнеров Мне оттуда уже выпал Epic Это зиньята, который такой на щелкунчика похожий с орешками Ой, прикольно Вот, да, он очень крутой Поэтому обязательно заходите Открывайте Не знаю, в каждом ли Каждому ли попадется какой-нибудь Epic в этих пяти коробках Но Есть большой шанс Мне последнее выпало Пугало на Крысавчика Где у него скин такой Где он, типа, пугало Я поняла тебя Мне, в общем-то С соломенным колесом За последние десять коробок Выпало три Epic Я не знаю, как это получается Потому что до этого мне вообще скины не выпадали Дерьмо вашей контейнеры, Стэнли Клампел пишет Дерьмо наши контейнеры Кому как попадется Такое, действительно Я, кстати, когда только начала играть в Overwatch Начала открывать эти коробки Я думала, господи, да кому это надо? Что это за погоня за коробками дебильная? Потом мне начали выпадать Epic Ее такое О, это ничего так Мне нравится халява Это здорово Следующая новость Лучше бы они Overwatch подарили На Overwatch сейчас и так Вообще-то Скидка 25% И это рекламируют даже В пивнушках уже Я когда последний раз был в пабе Там По телеку крутили рекламу Того, что Overwatch со скидкой 25% Ты что, еще и пьешь? Само собой Ну да, в принципе, че я удивляюсь Так Далее У нас новый геймплейный ролик Пожалуй, главного файтинга для всех Следующего года Injustice 2 А именно геймплейный ролик Супергел Дочь Криптона Имеет те же способности, что ее кузен Но пользуется ими куда динамичнее И элегантнее Супергелл может атаковать соперника ледяным дыханием Как на близких, так и на дальних дистанциях А еще создать небольшое Дим, запусти ее, что ли? Там ссылочка есть А еще создавать небольшое торнадо, чтобы обездвижить противника Мгновенная телепортация же позволит наносить удары в спину Тут она как Милена Это просто... Серьезно Ненавижу Милену в МКХ А мне Милена нравится Я играю все А на имба, если вот именно делать эти телепорткики Это просто одища Ну да, это так и работает Это нормально При этом в Injustice у Супергелл в том ролике, который, я надеюсь, нам сейчас покажут Там у нее есть классный костюм Классный костюм, который на самом деле гораздо лучше того, что есть у Супергелл в сериале Пока... Я напоминаю, что есть сериал Спрашивают Ребят, подскажите, что брать на распродажах Подскажите Дума дают меньше, чем за 700 рублей Это мастхев Dark Souls 3 дают со скидкой в 50% за штукарь Это тоже мастхев Что еще, что еще Сложно сказать, что еще, на самом деле Это уже у всех вкусы разные Кстати, МКХ тоже со скидкой дают Да, как бы все дают со скидкой Вы просто заходите Цени, какой у нее классный костюмчик здесь Она опять похожа на летающую профурсетку Ну ладно Да что тебе все они, что ли, у тебя... Нет, только вот это Я ни про кого больше не говорила Классный костюм с классными наплеснями Вот еще Вандер Вуман Вандер Вуман хорошо выглядит Она... Понятно, почему она так выглядит Это отражает ее историю Почему Супергерл выглядит, как летающая профурсетка Это я объяснить не могу Это костюм Криптона То есть у них все там так выглядят? Ну, примерно так Мне очень интересно, как у них там выглядят представительницы самых древних профессий Если вот так вот выглядят обычные люди Возможно... На самом деле, с историями их костюмов там всегда все очень неоднозначно То есть я тут читал роскошный совершенно комикс Супермен за Американ Элиен И там у него вот то, что он сотворил Вот это синее-красное Это хендмейд Сам сделал В других версиях это типа парадная форма В-четвертых парадная форма Только вот это Плащ сам прифигарил То есть тоже версии отличаются кардинально Ну, напоминаем, что в Injustice будут у всех героев Вот если в MKX у всех героев было три режима Тут будет вообще масса всего Вы будете выбивать себе за прокачку различный шмот Который вы сможете комбинировать Там до десятка разных вариантов одежки для всех вообще персонажей Кстати, Injustice это не тот же Mortal Kombat Но в других декорациях другими героями Он отличается по механике существенно Потому что... Воу! Вот это стильно Да Там же у них у всех ультра эпичные недобивания Но вот суперприемы, да То есть... И после... Если она после этого не умерла Я... Завейте В первой части Супермен... Завейте В первой части Супермен тебя подшвырял тоже в космос Швырял на землю Бэтмен вызывал свой Бэтмобиль Он тебя забивал Флэш оббегал землю вокруг Тебе отвешивал люлей сзади Но все равно все живые, все... Сейчас бы землю вокруг оббегать, чтобы люлей тебя сзади навешать Звучит как начало какого-то стихотворения Да, согласен, хорошо Хорошо, нет Во мне умирает поэт, ребята Это прямо сейчас Уже разлагается Да В Injustice просто была всегда такая механика Там невозможен бамп-мешинг То есть... Ну, поясню В Mortal Kombat Или даже в Street Fighter В Street Fighter С меньшей вероятностью Ты можешь сидеть И как угорелый просто жмакать все кнопки подряд Да А вот что-то получится Да В Mortal Kombat работает замечательно Да, именно так Ну, то есть прошаренный человек Который знает комбухи Он тебя все равно Вырубит просто с трех комбинаций В Street Fighter уже это менее вероятно Потому что там цепочки тоже сложные А в Injustice у всех героев свои какие-то особенности Как-то тайминг, дистанция атаки Вот это все Там так не работает К тому же у них блок на кнопку вбок То есть назад поступить Он же блок То есть поэтому там И плюс есть еще дополнительные всякие атаки промежуточные То есть в Injustice надо учиться играть Давай спрошу в лоб Давай спрошу в лоб Какому вообще файсингу ты отдаешь предпочтение? Лично ты Ну, я с агист конченый, поэтому Мурл Кумат Эксель, конечно Понятно Но Injustice тоже горячо люблю Все с тобой понятно Да Продолжаем зачитывать новости Да Давай Следующая твоя Следующая новость звучит так После четырех лет разработки Star Citizen сменила движок О как Собственно Вместо Все, секундочку А не сменит ли нам движок после четырех лет? Да Хорошая идея Студия объявила о том, что космический симулятор Star Citizen и одиночная компания Squadron 42 сменили игровой движок После четырех лет разработки создатели решили перенести игру с CryEngine на бесплатный движок класса ААА Amazon Ламбер Ярд, полагаю Это так читается Глава студии Крис Робертс отметил, что отказ от прежнего движка не связан с закрытием нескольких студий Crytek Вот Если это кому-то о чем-то говорит Если это кого-то радует или расстраивает Вот это новость для вас Нет, Star Citizen довольно ожидаемый проект Потому что он очень амбициозный То есть Я не говорю, что он никому не нужен Я про Star Citizen ничего не говорю Просто я к таким новостям всегда отношусь знаешь так вот Ну довольно хладнокровно Про какую бы игру это ни было То есть там сменили движок, сменили систему защиты Сменили... Слушай, и с постоянной смены движков погубили в свое время Ну не только они Но в том числе погубили Duke Nukem Forever Потому что постоянно ты переделываешь все с нуля, потому что, ну, двигло, ты понимаешь, что вообще значит сменить движок? Это как переснять фильм. Да, я понимаю. Это я понимаю. То есть, целиком. Вот, тут… А при чем здесь? Там немножечко субъективного мнения подъехало. Ну да, надо доводить до конца игры, тут Дима безусловно прав, но я утверждаю, что как бы смена движка, она все равно тоже влияет, изрядно на то, что мы можем… Класс, теперь точно не выйдет. Ну, нет, все-таки, все-таки надежда жива, 4 года – это не 9 и не 10 лет, поэтому, да, надеемся на релиз в 2017 году. Были игры, которые дольше делались и все равно выходили. Ровно одна, ровно одна. Duke Newton Forever упомянутый. У него, по-моему, его рекорд – 13 лет не побит до сих пор никто. Ты хочешь сказать, между четырьмя и 13 ничего не было? Ну, имеется… Не, были вот… Мы только что были свидетелями 9 и 10 лет. Так вот, я тебе о чем и говорю. Почему ты мне говоришь, что только одна игра делалась дольше? Имеется… Ну, имеется в виду… Ни одна игра не делалась дольше, чем… А, все, я поняла. Вот. Я уж думала, ты меня тут обмануть решил. Хитрец. Нет. Итак… Ты зачитаешь немножечко… Новостишек? Буржуинских новостишек. О… Тут кто-то утверждал, что на PS4… Ну, давно утверждал, но кто-то по привычке говорит до сих пор, что Игорь то нет. То есть, игр-то нет на PS4. А… Не правы вы, господа. За 10 тысяч канадских долларов можно купить 260 игр для PS4. Игорь. Житель Торонто выставил на продажу коллекцию из 260 игр для современной приставки Sony. По его утверждению, ни одна из игр не повторяется. Впечатляющее собрание коробочных версий игр оценено в 10 тысяч канадских долларов. Это около 450 тысяч рублей. Причина, по которой игрок решил расстаться со своей коллекцией, не называется. Так что… Возможно, он решил выкупить свою почку обратно. Есть у меня такое предположение. Я… Вот интересно, наверняка, наверняка это кто-нибудь перекупит. Я практически уверена. Но… Это же странно будет. Потому что, понятно, целая куча игр, все на пловечку, все здорово, но половина из них же наверняка не очень. Ну… Конечно… Нет. Есть эксклюзивы, о которых вообще мало кто говорит. Мы… Подавилась собственным возмущением, извините. Все нормально. Мне вспоминаются цитаты из классического уже фильма, особенно с национальной рыбалки, где там… Кузьмич похлопай! Да, именно так. Ребята, на ваших глазах Дима только что спас меня от удушья. Да. 80% мультиплатформа, да, скорее всего. Есть эксклюзивы, которые… которых лучше бы не было. Это не секрет. Но… По крайней мере, все то, что представлено на Пикче, как раз прилагающееся, здесь все выглядит… Ну… Ну да, это мультиплатформа. Ладно, не будем брать, но тем не менее, как бы мультиплатформа тоже считается. Так что, да. Ну, коллекция… коллекция очешуительная. Ну, я знаю человека с еще более впечатляющей коллекцией. Это Angry Video Game Nerd Джеймс Роффл. Вот. У него вообще просто целый подвал, в котором все, начиная от Atari и заканчивая PS4. Просто полки, стеллажи гигантские. Я бы так не смог. Да. Все-таки… Я мастер тратить деньги бесполезно, но не настолько. Не болей солнцем. Мне больше понравилось, что Дим только что попытал меня жизнь спасти. А Кажемеху ему пишет, ты же с нее всю душу так выбьешь, Дим. То есть все нормально, все хорошо, люди оценили твой поступок. А я перехожу к следующей новости. Пока можете, не знаю, дальше гнобить Диму за то, что он избил меня. Да. А тут Ирокес 15 раз в подряд подписался. Молодец. Молодец. Продолжаем, кстати, разыгрывать всякие штуки среди платных подписчиков, поэтому не тормозите и подписывайтесь. Кажемеху у тебя еще есть шанс на этой неделе выиграть Artbook. Так вот. Так вот. ГОК прощается с 2016 годом большой распродажей. Боже мой, как неожиданно. Все. Все сейчас, по-моему, распродают все, что только можно, кроме магазинов одежды. Они почему-то не распродают. Я все к теме с платьем с новогодним. Что-то дорого вольно было. О, женский эфир на играх. Да, извините. Женский взгляд, да. Не могла с вами не поделиться. Нынче хорошее платье дорого стоит. А игры в GOG недорого. Недорого. Недорого, да. Ну-ка, что там отдают? Давай-ка. Старджуэлли, который, если вы еще не купили, обязательно купите. Прекрасная, невероятная, замечательная игра, с которой меня познакомил Федя Кокарев, в которой я просидела недели две вообще безвылазно. То есть я работала и параллельно ловила рыбу в Старджуэлли. Прекрасно. Туда постоянно добавляют всякий разный контент. Все очень здорово. Насколько я помню, ее вообще сделал один человек. А игра просто офигительная. Она, более того, это феноменальный хит. Она миллионными, да. Миллионными тиражами распродавалась. То есть... Вообще невероятная игра. Притом очень позитивная и пацифистская во многом. То есть ты, кроме данжей, там ведь никого не рубишь. Ничего. Нет. Ты выращиваешь растения. Шреклу. Ловишь рыбку. Доишь коровку. Собирательством занимаешься. Симулятор даунсифтинга такой. Все у тебя прекрасно. Да. Вот там история в том, что ты сначала работал на какую-то злую корпорацию. Тебе все надоело и ты уехал к дедушке в деревню. Что? Что случилось? Ну, Сайберсоник там хулиганит. Что он там написал? Чей! Да. Забавно. Забавим наркомана. Не трогай Соника. Аня спалилась. Играть на работе так и уволить можно. Раз уж на то пошло. Да. Мне как-то заявили, что на работе играть крайне опасно. На работе играть крайне опасно. Но потом я поняла почему. Потому что как только ты включаешь игрульну, набегает сразу куча каких-то мужиков, которые начинают тебе под руку советовать, что делать. Я как-то запустила лол. Набежали тут же целая куча народа. Притом, что у нас не играют. Мол бы, да. А что ты там делаешь? Это что, лом? Лом за саппорта? Подожди, а ты ворды купила, не купила? Не могу понять. А что за режим там такой? И ты сидишь такой, да что происходит? Кто-нибудь даст мне вообще катку завершить? Алло. Вот. Тем временем в Гоге вы можете купить не только Stardew Valley, как вы могли подумать, но еще Oval Boy, Die of Attack Tentacle Remaster, и Darkest Dungeon, и вообще куча. Darkest Dungeon, да. Маст. Да, еще вообще куча всякого интересного. И Ведьмак. У кого денег на Ведьмака не хватает, ну вот посмотрите в Гоге, например, вполне может, потому что мы напоминаем, что в Гоге это вообще-то проект CD Projekt Red, и поэтому там Ведьмак может быть даже дешевле, чем на Steam. Гипотетически. Не проверял, не ручаюсь. Да. Ну, вот. А вот следующая распродажа большая, конечно, в PS Store. Вот. Если вы консоли-держатель, то вам вообще все хорошо. А жно... Если нет... Я... А ты посмотри новости эти поставил там. Вот. Если нет, можете шучать, как я. А жно до 20 января вас ждут. Комплект из свежих боевиков Battlefield Titanfall 2 Deluxe за 5300. Сборник Telltale Games Collection из 5 игр 2-х сезон пассов 1179 рублей. Люксовое цифровое издание Deus Ex Mankind Divided 2229 рублей. Borderlands The Handsome Collection 1199 рублей. Набор, включающий Far Cry 4, Far Cry Primal 2500. Dishonor 2 2 850, Rise of the Tomb Raider 20-летний юбилей там, все вот эта вся фигня 1900 рублей. Uncharted 4 за 1900 рублей. Mafia 3 Deluxe Edition. Нафиг она вам нужна. Но за 3200 отдают. И Bloodborne за 1900 рублей. Это самые такие впечатляющие лоты. А так вообще скидки аж до 60%. Так что если вы предпочитаете консоль, то вперед. Все. Новости закончились, которые не для меня. Можно ехать дальше. Не для меня. Да? А нет, нет, нет. Продолжай. Нет, не закончились. Продолжай. Дальше еще больше новостей не для меня. Потому что там мало того, что консольные новости, так там еще и страшные штуки всякие. Ты не боишься страшных штук? Я боюсь страшных штук. Нет, тебя я не боюсь, ты не страшная штука. Он боится террарию. Ты боишься террарию? Зачем? Я не боюсь террарию. Это древняя тема, ладно. Ладно. Просто, просто зачитай людям новости. Resident Evil 7 будет работать при разрешении 1080p и 60 кадров в секунду на PS4 и на Xbox One. Обе платформы, но, правда, Xbox One только S-версия, будут поддерживать популярную нынче технологию HDR, высокогенемический диапазон. Игра выходит ровно через месяц на PS4, Xbox One и PC. А мы напоминаем, что Xbox One S лучший подарок геймеру на Новый год. Да. Да? Да. 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 Извините, задумалась. Я уже смотрю на следующую новость. А следующая новость, да, про Великого Бурята. Давай. Давай. Вот сейчас по-любому в чате появится человек, который, да вы уже достались своей Кодзимой, что происходит? Всегда этот человек появляется, я жду тебя. Так вот, новость звучит так. Кодзима назвал свою самую ожидаемую игру следующего года. Стоп! Не открывай! Не открывай пока! Не открывай, Дима! Не открывай! Давайте сделаем предположение, друзья. Что это? Что же он ждет? Что же он ждет? Что же ждет Великий Бурят? Пишите! Пишите свои предположения в чате. А пока, Димка, ты читал новость? Да. Блин. Сделай, что не читал и предположи что-нибудь. А я не знаю. Horizon Zero Dawn. Ну, может быть, потому что ему Гирилл Геймс движок свой подарил за так. Может быть, хотя бы из вежливости. Человек, который достали с Кодзимой, пришел. Даже два. Я приветствую вас. Да. Что? Кто сказал Кодзима? Три человека, которые пришли. Это может быть с почтением. FIFA 18. У нас есть победитель. Да. Дорогой Джим Рейнер, ты ничего не выиграл. Можешь просто собой гордиться. Да. Да. Действительно, больше всего он ждет Red Dead Redemption 2. Ну, на самом-то деле, в этом нет ничего удивительного. Кодзима уже довольно давно себя зарекомендовал как фанат Rockstar. Потому что он, честно, признавался, что… Что так? Кто-то предположил, что продолжение «Подземного человека» от Мэдисона ждет Кодзима. Это было бы прекрасно. Да, 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 конечно. Так вот. Потому что он признавался то, что Metal Gear Solid 5. Ну, еще он на этапе разработки МГС 5 говорил то, что его вдохновила на нее GTA 5. То, что именно из GTA 5 он решил взять концепцию открытого мира. Конечно, сравнивать их глупо, они совершенно разные по вообще устройству открытого мира и всему прочему. Но, да, Кодзима, Rockstar искренне восхищался и восхищается до сих пор. А вот что касается фильмов, то это, конечно, сиквел Blade Runner ждет Мэтр сильнее всего. Не знаю, опасается, не опасается. Может быть, доверяет, да. Нам пишут, что у нас смех, как у наркоманов. Это нормально. Кстати, насчет вообще предпочтений Кодзимы, он тут не так давно, ну, как пару месяцев назад, радовался в своем твиттере то, что наконец-то на Blu-ray вышел один из его самых любимых фильмов. Знаете, что это было? «Советский Вий». Пам-пам-пам, внезапно очень. Да, это очень круто, по-моему. Я только что подумала, что, наверное, же советские фильмы переозвучивали на другие языки. Возможно. Но на самом деле, кстати, на Западе очень не любят дубляж. Там предпочитают, если пускать, то с субтитрами. Потому что они, если дублируют, это обычно выходит… Ну, вот я об этом и подумала. Насколько… Это нам привычно. Потому что у нас еще… Нет, у нас ведь и в советские годы были шикарные именно дубляжи локализации. Вспомнили, например, «Фантомаса». Я задумалась над тем, как звучат советские фильмы на других языках. Например, на японском. Или, может быть… Не знаю. Ну, французском. Не, ну, с Вием, кстати, все понятно. Потому что Япония страна чрезвычайно суеверная по культуре просто своей, даже городской. Поэтому там, мне кажется, вся эта история прям зашла прям… Ну, наверное. Наверное, ты прав. Да. И там Ви – это какой-нибудь местный Йокай или Они. Аня, сделай еще раз ай-на-не-на-не. Это ты вот это вот называешь ай-на-не-на-не. Ну, на здоровье. Лови. Больше ай-на-не-на-не в кадре. Ты пока можешь читать новости. Мне нужно какое-то сопровождение звуковое, пожалуйста. Да. Дальше у нас как раз мы говорили про файтинги и еще немножко про файтинги. Я конкретно про The King of Fighters 14, довольно недооцененную толпой. Но оно и понятно, штука на любителя. Вот. Студия SNK Play More объявила о праздновании Рождества файтинги The King of Fighters 14. В связи с этим разработчики дарят игрокам ретро-костюм Афины прямиком и The King of Fighters 98. Правда, не стоит затягивать его получение, так как после… А, ну все. А, нет. Нет. Так как после… Все. Нет. Так как после 22 января… Я думал, декабря… Новость закончилась. Я… Смотри продолжение в источнике. Да, да, да. Да. Я думал, что… Это… Динка сломался. Принесите нового. Пожалуйста. И нам из-за кадра, знаешь, так передают по рукам. Да. Владельцы PS4 также смогут загрузить на свои консоли специальные рождественские темы, которые подарят вам праздничное настроение. Если следующий патч внесет заметные графические и косметические… Еще следующий патч внесет заметные графические и косметические улучшения, так в игре появятся текстуры высокого улучшения… Текстуры! Обновленные шейдеры, а количество цветовых вариаций каждого персонажа увеличится с четырех до шести. Будем текстурками обмазываться. Да. Шесть цветовых вариаций каждого персонажа. Если бы этого было мало. Это мне этот… Цветовые вариации. Хромпак в Лоле напоминает. Совершенно ненужная штука, но… Ну знаешь, как в Парагоне. В Парагоне, например, нет скинов вообще-то. Там реально только расцветки. То есть нет никаких интересных вариаций, ничего. Там говорят за кадром новый Дима, будешь плохо себя вести, я тебя поменяю на другого Дима, понял? Извините, не сдержалась. У тебя длинный язык, кстати. Нет, я просто… Нет, ну у меня довольно короткий, я даже до носа дотянуться не могу. А ты можешь языком до носа дотянуться? Нет, я могу дотянуться до носа губой. Вот это страшно, наверное. Не показывай, на всякий случай нас могут смотреть беременные женщины. Да. Следующая новость тоже моя. Дальтоником все равно он цветовой вариант. Для того, чтобы ты не шалил с губами, читай следующую новость, займу тебя чем-нибудь. От греха подальше? Нет, читай ты, я пока подготовлю новость по Снайпер Элит. А в арк «Сюрвивол» и «Вольвер» появился «Раптор Клаус». Ты в арк вообще играл? Нет. Нет. Я играла. Я же говорил, я не люблю выживастики. Ты говорил, ты тоже не любишь выживастики. Это меня подкупили динозавры и я там не выживала. Со мной играли мои друзья и вот они рубили лес часами, что-то строили, что-то там делали. А я кормила динозавриков ягодками и называла их в честь хлебобулочных изделий. У меня был большой динозаврик пончик и быстрая ездовая булочка. Не сдавая булочка. Не сдавая булочка. Вот видишь, я делала очень важные дела. Да. Так. Так вот, да, если кто не знал, вот с последним патчем под номером 253 можно отыскать в игре рождественского Раптора с шапочкой, которая ни капли не помешает ему вас есть. Слушай, шапочки. Мы вас есть не будем. Мы не похожи на Раптора с другой стороны. Ах. А так немножко больше. Вообще меня в школе за походки, я узнал потом, что младшие классы называли человек рептилии. Рядом с тобой почти настоящий Раптор. Тебе страшно? Да. Как там в Дэдпуле? Терексу все динозавра боялись. Да. Так что, да, если играете в Арк, хотите играть в новогоднее настроение, а мы вам в этом не помогаем, то, может быть, вам поможет Раптор в шапочке. По-моему, это прекрасно. А дальше у нас студия Rebellion Developments опубликовала новый трейлер стелс-экшена Sniper Elite 4. В нем разработчики рассказали о главном герое Карле Фейерберне, зарекомендовавшем себя как превосходный стрелок. Напомню, что на этот раз игроки отправятся в Италию, в тылы армии Муссолини. Им необходимо совершить ряд опасных операций, чтобы ослабить противника. Поступят Sniper Elite 4 в продажу 14 февраля на PC, PS4 и Xbox One. Вообще, все в тот момент будут играть For Honor. Не знаю, кому понадобится вообще это. Трейлер, скажем так, странный. Что там такое? Я не понимаю, почему, когда я изображаю динозавра, люди думают, что я тяпнула с утра. Я большая девочка, я могу позволить себе изображать динозавра, когда хочу. Извини, что прервала тебя. Это просто было несправедливо. Несправедливо, да. Хочу, изображаю динозавра. Хочу, хряпаю по утрам. Хочу, делаю и то, и другое. Все. Скорее всего, да, с наибольшей вероятностью. Аня большая девочка, может делать, что захочет. Да. Вот, касательно трейлера, не скажу, что прям впечатляет, просто потому что главный герой не такой крутой, каким его, видимо, считают разработчики. Он просто не особо-то интересен. И в трейлере нам показали, ну, чуть-чуть геймплея. Скажем так, все равно это несколько более впечатляет, чем последний геймплейный ролик 17-минутный снайпер Ghost Warriors 3. Вот там, да. Ну, тут еще хоть что-то интересное. Как минимум, не заезженный сеттинг. Италия, Муссолини, это... Ну, такого не было, по крайней мере. Вот. Знаешь, о чем я сейчас подумала? Игра выходит уже... Который раз мне приходит в голову эта мысль, когда говорим про этот снайпер Лид 4. Выходит 14-го февраля. Когда все будут играть в For Honor, да. Я сейчас не про это. Вот смотри, есть Новый год, да. Так. К Новому году выпускают всякие какие-нибудь новогодние аддоны. Так. Всякие там патчи. К китайскому Новому году тоже. К Хэллоуину. А почему? Вот, например, к 14-го февраля повально не выпускают какие-нибудь аддоны к известным играм, типа как симуляторы свиданий с персонажами из игр. Наверняка. Ну... Есть такое. Это... В GTA был, да. Я точно знаю, что в том же самом Лольце на 14-е февраля есть ивент, выпускают специальные скины. Что странно. Ну вот, да, что странно, но скины выпускают довольно клевые. Каждый год себе покупаю что-нибудь из этого набора. Вот. Но прям было бы клево. Было бы клево. Или какую-нибудь масштабную игру бы выпустили к 14-го февраля, вот прям чтобы... Это не праздник, пишешь ли, с батареей. Все про нее говорили. Дело в том, что я не то чтобы отмечаю этот день как-то, но я знаю, что в Европе как бы масштабный праздник к 14-го февраля. Я уверен, что вывервоч будет. Да? Я уверен. Может быть, к 14-го февраля туда введут женщину-трейсер? Ну, женщина, с которой встречается трейсер, а? Ты видел, кстати... Я стимулятор свиданий с ездовой булочкой. Ну, есть же симулятор свиданий в школе голубей. Школа голубей. Ты попадаешь в школу голубей. Плохая ситуация. Где учатся одни голуби, и тебе нужно заводить там отношения и учиться. В смысле птицы? Да, голуби. Ну, тоже не очень. Чимулятор свиданий с голубями. Чимулятор свиданий с голубями. А Дон пошалил губами. Чего? Хотел сказать про комикс с трейсер. Ты видел, как Лей сделала? Да. Как тебе? По-моему, довольно круто получилось. Я... Ну ладно, я вчера про это в чате шутил. Мне... Мне понравилось. Ну, хорошо. Это, да. Косплые качественные, да. Добротно. А мы продолжаем. Так, да. А дальше у нас твоя новость. Закрытая студия Crytek в Болгарии преобразовалась в новую независимую Black Sea Games. Вот так вот. Закрытая студия Crytek... Это я уже прочитала. Да. Хотя... Я думала, это типа не название, а продолжение статьи. Ну ладно. Хотя... Не совсем новую. Да. Не совсем новую студию, видимо. До 2008 года эта студия уже существовала. Но тогда ее выкупили немцы из Crytek и переименовали... Потому что у них все было хорошо. Потому что Crytek на тот момент выпустил первый Crysis, который продавался. Ох, как хорошо. Взрывал компы, но продавался. Был вообще хитярой бенчмарком. А сейчас... Ммм... Да. А сейчас да. Мы уже... Да. Это очередной... Ну, не то, что гвоздь в крышку гроба Crytek. Нет. Crytek не закрывается, по крайней мере, в этом году. В списке почивших их нет. Потому что осталось как минимум два отделения. Это киевское отделение, которое делает военное лицо. И основное отделение в Германии, по-моему. Во Франкфурте, если не ошибаюсь. Ну, просто потому что для престижа. Да. Пять отделений до этого уже были закрыты. Вот одно, по крайней мере, просто сменило статус на предыдущий. Что называется развод и девичья фамилия. Вот. И тапки свои забрать не забыть. Да. Ну, такие вот последствия серьезного краха, по большому счету, Crytek. Почему краха? Потому что, да. С движка они получают мало чего. А Робинсон, мы уже неоднократно говорили. Не то, чтобы провалилась. Ну, нет. По факту провалилась. Просто потому что PSVR сейчас есть не у такого большого количества народу. Я уже говорил. То, что вот в итоге недели сегодня еще сможете об этом посмотреть, почитать. То, что по итогам года ни один из шлемов VR не продастся даже миллионным тиражом. Ни один. То есть PSVR ближе всего со своими 750 тысячами будет. Это потолок. Остальные еще меньше. Остальные даже до полу миллиона не добрались. Хотя запустились еще весной прошлого года. Ну, этого года уходящего. Вот. Да. Но именно поэтому у Crytek сейчас на данный момент все не очень. Вот. А следующую новость расскажу я. Да. Потому что она, на мой взгляд, очень клевая. И очень люблю всякие штуки про не вышедшие игры, не снятые фильмы. От них, с одной стороны, очень грустно всегда становится. Потому что упущенные возможности с другой стороны. Ты представляешь ее, как уже знаешь, как это. Проект из параллельной вселенной. Где, если бы звезды сложились иначе. Вот. Если бы звезды сложились иначе. Скорее всего, где-то, ну вселенная же бесконечна. Да. Где-то эта игра вышла. И стала хитом. Да. А речь идет о том, что первой такой успешной по-настоящему игрой про супергероя DC могла бы стать не Batman Arkham Asylum. В их назначенная на тот же год игра про флэша. Под названием The Fastest Man Alive. Разрабатывала ее студия Battle Rocket Entertainment. Известная по такому самурайскому экшену Rise of the Kasai. И финансировала компания Brush Entertainment. Не особо известная. Выпустила пару так себе проектов. Потому что руководили ей деятели из кино. И к дистрибуции игр вообще имели самое такое опосредованное отношение. И работали с ними как на кинопроектах. То есть они предполагали, что можно снять пару низкобюджетных работ. В данном случае сделать пару низкобюджетных игр. И на этом набить типа бюджета на большой проект. Не срослось. Между тем сама игра не то что была готова. Там были определенные прототипы. Да, там были уже геймплейные наработки. Где там чуть-чуть подальше есть. Вот. Где... То есть даже они реализовали примерно вот эту механику сверхскоростного передвижения флэша по открытому городу. То есть это меня смущало всегда больше всего. В том плане, что... Ну как? Как это сделать? Более-менее... Это вроде адекватно. Вот да, более-менее получалось. У них там во время движения... То есть предполагались еще всякие челленджи в этом городе. То есть нужно было паркурить. Говорили, что вот дизайн города они брали из Mirrors S частично. И, что интересно, мультика Суперсемейка. Какой там был город. Норм. Да. Люблю этот мультик. Да. Должна была быть во время движения кнопка, которая сразу тебя на 180 градусов разворачивает и сразу на 90. То есть нужно было там такую реакцию иметь хорошую. При этом были бы разные задания по городу, в которых нужно было реально вот, видишь, заниматься тайм-менеджментом. То есть потому что ты бы все и сразу не успел. Была вот интересная трехкнопочная боевая система, которая как раз была в Rise of the Kassai. То есть у тебя на каждом... Каждый враг на свою кнопку и ты должен распределять между ними атаки, типа. Кого тебе в первую очередь надо атаковать, кто тем меньше дамага сделает. Вот. Должны были появиться вообще все основные противники флэша. То есть Погодный Волшебник, Зум, Горилла Грот, Граф Вертига, Трикстер, то есть ну реально все. И всех бы ему нужно было одолеть? Всех нужно было бы одолеть, да. Более того там появлялся сюжетный твист. То есть и выяснялось бы в конце, что чем чаще ты использовал по ходу игры Speed Force, тем хуже становилась ситуация. А, да. Как в Infamous должна была быть реализована такая схема, что типа чем больше ты по большим заданиям выполнил, тем лучше выглядит город, чем больше ты игноришь, тем он становится хуже. Ну это круто. То есть начинают там разрисовывать здания, бить стекла. А если все правильно делаешь, молодец, тебе народ аплодирует, там ставят статую флэша, открывают музей флэша и прочее. Меня это, я все о своем и больном. Меня это очень радует в Ведьмаке, когда сначала ты приходишь в деревню, и тебе говорят, пошел отсюда сифозный. А потом, я назову сына в твою честь. Ну да, да. Окей, значит видимо я делаю все правильно. На озвучку флэша планировалось пригласить Райана Рейнольдса. О как. Да ладно. Да. Круто. То есть и был бы он не зеленым фонарем провальным, а может быть каким-нибудь удачным флэшем в формате видеоигры. Но, к сожалению, у Brush Entertainment возникли серьезные финансовые проблемы. В связи с этим Battle Rocket не получал финансирование и проект прикрыли. И сейчас он обитал до недавнего времени, но и обитает до сих пор только на мастер-дисках, непосредственно у бывших сотрудников студии. Вот. Так что, вот игра про флэша, которую мы заслужили, но не получили. Не, видимо не заслужили. Не заслужили, да. Вот где-нибудь в параллельном селе. Но вот возрождение супергеройского жанра, поэтому... А у флэша до сих пор нет сольной игры. И фигурирует он только во всяких таких групповых проектах. В групповушках. Вот. Но... Я думаю, он не против. Да. Так что... В DC Universe, говорят, разве не было флэша? Был, но я говорю про всякие групповые такие. Но именно сольной игры у него нет. У него есть сольный сериал. А может быть он не так хорош, как супергерой на первом плане? Он быстро бегает. Он до хрена всего делает, Дима. Ты не прав. Он мало того, что быстро бегает, он может бегать сквозь время, он может бегать сквозь пространство, объекты... Аккуратно! Кто-то трясёт перед быком красной тряпкой! Дима! Дима, остановись! Мне ещё с ним передачу вести! Ну просто как ты представляешь реализацию этого всего в игре? Тебе это показали! Это, знаешь, как у меня наш бывший главный редактор сайта Олег Чемде как-то заказал мне статью после того, как утекли якобы скриншоты игры про Супермена от Рокстеди. Напиши, дескать, статью, какую ты видишь игру про Супермена. Он подразумевал, что я должен написать, что игра про Супермена невозможна. А я ему представил готовую концепцию. Типа вот это сделать так, а так это так. Должно было быть логичное продолжение. После этого меня уволили. Ну, нервно. Эх, быки-дальтоники. Ну да, главное перед ними хоть чем-нибудь трясти. Вот Дима, например, перед Димой трясёт пренебрежением к флэшу. Да. Я уже не рискую это делать. Я аккуратно высказываю своё предположение. Дима, я закидываю вот так вот в Диму аккуратненько. Может быть, он просто, ну, недостаточно такой интересный персонаж для первого плана. А вот Дмитрий Кудряшов ничего не боится. Ну, три сезона сериала это уже опровергает. Да, да, наверное. Вот видите, видите, вот так вот надо общаться с людьми, которые любят супергероев. Вот так аккуратненько. И потом... Да, да, я с тобой согласен, всё хорошо. Да, да, да. Давай, читай следующую новость. Следующая новость... А, следующая новость очень интересная. ВАЛС придётся заплатить Австралии штраф в 3 миллиона австралийских долларов. Опаньки. За что? За что? За что? За что? За что? А дело в том, что в Австралии, оказывается, была поломатая система с возвратом игр. Точнее, её не было. А как? Да, да. И вся эта тягомотина длится уже с 2014 года. Теперь, теперь уже можно всё, всё что угодно возвращать в Австралии, но... Проиграли. Проиграли. ВАЛВ всё равно процесс. В Австралии вообще свой мир, да. То, что тебя не убивает, убьёт тебя чуть попозже, потому что сейчас оно занято убиванием того, что убивает его. И там же очень особые законы по поводу игр. Там же жесточайшая вообще цензура на этом. Очень особые. Да? Очень странно ты сейчас сказал. Словосочетание очень особые. Очень особые, да. И тебе слух не режет? Режет, да. Ну, там, да, своя атмосфера во всём этом. То есть, почему-то, при том, что тебе на улице там реально можно накостылять кенгуру, это не стереотипы, но вот именно с цензурой видеоигр там как-то всё очень жёстко обычно обходится. Но в данном случае речь не о ней, да, но просто повод вспомнить. Да. Вечно в Австралии какая-то ерунда с играми творится. Походу, да. И теперь, я думаю, после вот этого вот судебного разбирательства к Австралии будут относиться более аккуратно. Я всё-таки, да, удостоверил человека, что мы читаем чат в ВК. Подожди, подожди. Это сделаю я, потому что давно собиралась это сделать. Уважаемый наш зритель из ВКонтакте, Виталий Победитель. Вы действительно победитель, потому что я отвечаю на ваши комментарии, которые вы присылаете уже третий раз. Давайте зачитаем его. Если читаете, то, может, всё-таки ответьте на мой вопрос о Шен-Му-3. Человек спрашивал, ждём ли мы Шен-Му-3. Давай, Шен-Му-3 ждёшь? Да. Нет. Виталий, вы победитель. Продолжаем. На самом деле, нет. Я хотела сказать немножко другое, но, как обычно, не удержалась от ядовитого сарказма. Да. Люблю, люблю плеваться желчью в людей по утрам в понедельник. Как герой нашей следующей новости, а именно, как чужой из трейлера фильма «Чужой завет». Ну, подожди. Я не такой уж и чужой. Сейчас быстренько закончу свою мысль. Просто, друзья, мы видим практически все ваши вопросы, но иногда они приходятся не к месту. То есть мы вот, например, обсуждаем динозавров и как их называть в частях булочных изделий, а вы спрашиваете про, не знаю, про то, как огурцы мариновать. Мы не можем просто… Вопрос интересный, ответить на него стоило бы. Но мы просто не можем вставить это посреди новости совершенно о другом. Не обижайтесь на нас. Будьте снисходительными победителями. Продолжайте. Да. Именно так. Да. А тут главное, собственно, кинозабытие. На Рождество Ридли Скотт подогнал трейлер фильма «Чужой завет», который является сиквелом Прометея и при этом связующим звеном между ним и, собственно, чужеродной франшизой. «Чужой завет» – это как будто продолжение Библии. «Старый завет», «Новый завет» и «Чужой завет». Хорошо. Хорошо. Да. Но в данном случае… Вот у тебя какие отношения с чужой франшизой? Никакие. Я с ней знакома совсем-совсем чуточку. Ты же знаешь, я такие штуки не люблю. То есть? Ну, типа «Кровь, кишки, ненависть, космос». Ну, да. Нет. Нет? Нет. Вообще. Я, во-первых, не люблю «Кровь, кишки, ненависть», а во-вторых, не люблю «Космос». Вот как-то так сложилось. А тут взяли и переплели то, что вот мне не по душе. Искренне люблю первые два фильма. Ну, кто… Мне кажется, мало кто их не любит. Я их тоже искренне люблю. «Прометея» не люблю вообще. Вот не понравилось, не зашел вот капитально. Я даже по этому поводу вот… Да. Вот не радует меня «Прометея», не порадовал совершенно. Очень глупый герой. И сюжет довольно… Продолжай. Мне просто нравится, как ты… Ну, вот… Когда ты рассказываешь о чем-то, что тебе нравится, у тебя прям такое… О! 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 Не порадовало. Ну вот, не порадовало, и герой тупый. Не порадовало меня. Такой, знаешь, прям контраст такой, ах, не порадовало меня. Герой тупый. Ну вот да, ну потому что серьезно, очень-очень разозлил меня этот фильм и расстроил, особенно тем, что это не кто-нибудь, не хрен с горы, это Ридли Скотт сам взял и вот, ну, фактически наплевал на то же, что создал. Вот, пока этот трейлер обещает, ну, фильм очень в духе чужого, то есть Скотт, может быть, как-то пересмотрел свои отношения. Одно могу отметить, то, что Прометей отлично сделан. Там использовались... Вот это огнище. Да, да, это хорошо. Там использовались реальные аниматроники, куклы, все старые киноприемы, гигантские декорации, это было достойно. Но сам фильм получился странный. А здесь, ну, посмотрим, посмотрим. Старику Скотту, вот не знаешь, как к нему относиться, потому что то он тебе Прометеева дает, а вспомнишь, за год до этого был исход царей и боги, и, то есть, ну, блин, непостоянный, непостоянный дедушка уже, да. Ох, какая штучка! Да. Что, ты видишь, о чем я говорю? Да, да, да. Еще более вагинальный фейсхагер, чем обычный. Очень странно. Очень странно. Ну, нет, это как бы все в духе Ганса Рудингигера, покойного, который, собственно, разработал Чужого, который создал его дизайн и который его задумывал изначально как метафору изнасилования. Собственно говоря, весь фильм Чужой – это метафора изнасилования. Дим, хочешь, я тебя не обрадую? Ну? Ты запись, бездушная запись, ты даже не живой. А это где? Смотрите. У кого там? Да он совершенно не живой, ну, типа, можно тыкать там, вот так щипать, ничего не будет, не живой, запись просто. Привет, человек с Ютуба. Нормально все у тебя? С Ютуба? Да. Поехали дальше. Серьезно? Вот так вот? Да. Да, что мы в записи, и мы просто транслируем. Забей. Ты просто должен был без эмоционально, ты должен мне был подыграть и безэмоционально реагировать на мои тычки. Я просто реально растерялся, то есть… То есть мы тут общаемся… Чужая женщина трогает меня пальцем за плечо, господи, к такому жизнь меня не готовила. Так было? Но я же знаю, что так. Я думала, ты мне хочешь клок волос выдрать, например, за такие шутейки второсортные. Ладно. Поехали дальше. А в споре, кто лучше, Трис или Фенифер? Или Йеннифер? Конечно же, Йеннифер. Поехали дальше. В новом трейлере Resident Evil Vendetta появится Ребека Чемберс. 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 Да, если кто забыл, напоминаю то, что ребята из Капком сказали на вопрос типа, ну вот, Пол Андерсон вам там сейчас снимает Resident Evil последняя глава, это точно последняя глава? Они такие, вообще, зуб даем. То есть в кино больше не ногой, будем расширять вселенную Resident Evil за счет полнометражных вот этих мультфильмов. Это уже будет третий, до этого были Resident Evil. Дегенерейшн или Resident Evil Damnation, которая, ну, первая часть мне понравилась гораздо больше. Она потому что, ну, это был мультик Resident Evil. Ну да. С Леоном Кеннеди. С цитатами там к второй игре. То есть все вот как резидентовые. С отсылками, наверное, не с цитатами. Ну, нет, с цитатами. Там просто показывают сцены из второй игры, но вот на движке мульта. В данном случае оно выглядит как длинная кат-сцена. И, скажем так, после Kingsglaive анимация не впечатляет. Не знаю, может быть, Capcom вложились гораздо меньше. Посмотрим. Во второй части был очень сладенький сюжет. Очень что-то странное. Как будет в этой самой упомянутой уже Виндетте? Посмотрим. Нас ждут, по крайней мере, Крис Рэффилд, Ребекка Чемберс, Леона Скеннеди. То есть, если вы из тех ребят, которым резидент дорог вообще как вселенной еще и героями, а не просто абы что за хоррор. Потому что, на мой взгляд, это один из основных, наверное, минусов седьмой части. Потому что она вообще, по большому счету, ржет мосты. Говорят, что будет кто-то из старых героев, но не так уж, наверное, много. Так что, если вы скучаете по Леону, по прочим ребятам, будет вам мультфильм. Тут нас спрашивают, what do you think about Cars 3 thriller? А, Cars 3? Да. Человеку на английском прямо ответь. Во-первых, как он сюда забежал? We don't think about it. We don't think about it. We don't think about it. Комрад. Я просто не буду сейчас, да, блистать с вами прекрасно на английском. Я блистанула. У меня нормально. Я, нет. Мне приходилось… Терять мне уже нечего. Я, когда был на радиостанции Коммерсант FM стажером, мне приходилось звонить в Лондон, выпрашивать комментарии у авиакомпании по поводу задержек рейсов. Как был кейс, работал, но… Лучше не надо. Меня поняли, да, но… Без лишней необходимости… Так. Так, так, так. Фильм от Андерсона расширяет канон «Резидент»? Типа как фильм по ассасинам или просто фигням? Нет, конечно, нет. Фильм Андерсона – это чистой воды от себя, уже никак не связанное с играми, серьезно. То есть Леон там появился лишь однажды и совершенно не в той роли, в которой полагается ему быть. Вот. Нет. Расширяют вселенную именно мультфильмы от «Капком», вышеупомянутые два и третьи тоже. То есть они вроде бы как-то сюжетно связаны с играми непосредственно. Получается, с первыми шестью, плюс код «Вероника». Вот. А то, что снял Андерсон, нет, это никоим образом не канон. Не путайте ни себя, ни людей. Вот. А дальше у нас классная тоже штука. Это новый трейлер сериала «Табу» с Томом Харди от BBC. Ура! Опять видюшка вместо новостей! Это один из самых вообще ожидаемых телевизионных проектов уже следующего года. Будет с первой половины, но, согласись, выглядит просто очешуденно. И Том Харди, во-первых, продюсирует вместе с Ридли Скоттом, во-вторых, играет главную роль. Выглядит стильно, как минимум. Топовые актеры уже, да, то есть как Мэтью МакКонахи с Вуди Харрисоном решились на настоящего детектива, так и с тех пор. Извините, если у нас был тот Сэр Энтони Хопкинс в Westworld весь сезон. Джуд Лоу в «Молодом папе», которому я просто наслаждаюсь сейчас. Прям. И вот теперь будет Том Харди. Классный, брутальный исторический сериал. Тут по сюжету главный герой возвращается из Африки. Том Харди хот-хот-хот. Ну, окей. Такой, не знаю, как это откомментировать. Просто продолжу говорить дальше, как будто бы я этого не слышал. Не буду признаваться, что мне тоже нравится Том Харди. Он харизма. Он прям, да. То есть даже в «Безумном Максе», хотя у него там, по-моему, пять слов на весь фильм, он там прям вот в нем чувствуется, что он такой вот всадник апокалипсиса. Реально, кстати, есть теория, что… И хат-хат-хат, конечно. Есть теория, что в «Безумном Максе» вот все лэндлорды и «Безумный Макс» — это четыре всадника апокалипсиса. И сам Макс — это всадник по имени Смерть. Вот. Наверное, это имеет смысл. Да. Ну да. То есть «Несмертный Джо» — это чума. Угу. Вот этот «Мужик, обвешенный патронами» — это война. Логично. «Людоед» — это голод. И сам Макс — это смерть. Потому что он приносит смерть всем вокруг себя. То есть смерть… И ад следует за ним, опять же. Честно говоря, вот если знать про такие штуки, как «Четыре всадника апокалипсиса» и всякие вот такие же нумерованные интересные вещи, мне больше всегда нравятся теории, истории и вплетение в сюжет семи смертных грехов. Больше. Ну да, это к Финчеру опять. Это красота. В данном случае сериал «Табу» будет рассказывать про героя, который вернулся из Африки в период как раз колонизации. И решает бросить вызов не або кому, а остиндской компании. То есть вообще самому большому… На тот момент еще корпоративному не было, наверное, такого слова. Но да, корпоративному гиганту вообще всей британской империи. То есть самым могущественным людям на Альбионе. И вот про то, как оно все там будет вот так. Потому что он типа там от дикарей понабрался, он тоже весь из себя такой. Брутал. Посмотрим, как он там будет воевать с этими дельцами. Ребята, Вась елку ставит. Клево так, сразу новым годом повеяло, не чувствуешь? А так не веет, да? То есть вот это все, это вот… Ну так еще больше повеяло. Мне нравится. Просто знайте, что сейчас за кадром Вась ставит елку. Да. Человек не унимается. Скажите, есть ли у вас какие-либо новости о Шен Му Три? Значит так, уважаемый Виталий Победитель, вы можете зайти на наш канал на ютубе «Игромания вживую» и посмотреть там все выпуски «Игромании утром», все, которые были наверняка там и про Шен Му Три. Еще куча всяких интересных новостей, не надо подсказывать человеку, пускай смотрит с самого начала. Вот. Очень много интересных новостей, ждем вас. Виталий, пожалуйста, приходите на наш канал и подписывайтесь. Что ты делаешь? Ты хочешь один светиться? Нет. Я не хочу светиться. Я не понимаю, почему Дима сегодня регулирует свечение в кадре и новогоднее настроение. Алло. Я распределитель новогоднего настроения. Ладно. Я-то думаю, чего у меня вчера его не было? Вот кто зажал мне новогоднее настроение. Не положено. Говнючонок. Ладно. Это на Новый год. Ладно. Не трогает на Новый год, да. Да. Американская киноакадемия начала публиковать шорт-листы премии «Оскар», из которых будут выбраны и объявлены 24 января номинант на премию. Уже стали известны претенденты в категориях лучших документальных фильмов, лучшего грима и причесок, лучших спецэффектов, а также лучших фильмов на иностранном языке. А вот это интересно, потому что, если туда, не при виде Господь, попало землетрясение Сарик Андреа Асяна, то это означает, что он может называться номинантом на «Оскар». Так. Так. Денмарк, Канада, Австралия, Джорман, Иран. О, кстати говоря, тут попал фильм Андрея Кончаловского «Рай» от России. Прикольно. Ну, хоть Сарик Андрея Асяна нету. Ура. А вот опубликованный список претендентов названия лучшего фильма трудно назвать коротким. В нем 336 кинолент. 336. Дичь какая. Ну, это лонг лист еще. Итак, что у нас претендует на лучший фильм? Мюзикл «Ла-Ла Лэнд», «Кредо убийцы», ага, сейчас, тут скорее на «Малину», «Пассажиры», туда же скорее всего, «Дэдпул». Если «Дэдпул» прорвет номинацию на «Лоск…» А я вчера «Пассажиров» посмотрела. Эй, как тебе? Ну, очень… На мой вкус, сопливенько. Ну, вот да. «Дэдпул», «Доктор Стрэндж», «Лунный свет», «Эдди Орел» и другие. Блин, если «Док…» Ну, смотри, «Мэд Макс» уже претендовал на лучший фильм. Он был номинирован на лучший фильм. Если «Дэдпул» номинирован будет, это будет отлично. Я предполагаю, что он, наверное, возьмет лучший фильм либо «Хоксоу Ридж», который по соображениям совести, либо «Молчание» Скорсезе. Я не смотрела «Молчание», кстати. Он у нас еще не вышел, кстати. Кстати говоря, это оба фильма… В смысле, я не смотрела ничего, ни трейлеры, ни вообще ничего. Там, опять же, как и по соображениям совести, Эндрю Гарфилд, который после расставания с «Маской Человека-паука» всем доказывает, что он вообще топовый драматический актер. И мне интересно, за какую конкретно роль его номинируют. А то, что его номинируют, я не сомневаюсь. Либо это… Будет круто, если номинируют на лучшего режиссера, что, скорее всего, Гибсона. Потому что Мел Гибсон триумфально вообще вернулся в кино. Это просто очень хорошо. Мне это очень нравится. Вот. Ну, а вот ведущим премии станет Джимми Киммел. Уже многим нашим хорошо знакомый. Вот. Многим нашим кому? Ну, зрителям. А, ну да. Русскому интернету вообще. То есть у нас, кстати, у нас уже… Понимаешь, до чего дошли? У нас отличают Джимми Киммела от Джимми Феллона и Конно Убрайена. Я как? Вася опять что-то ранил. Вася, это что, это снег? Вася, это что, искусственный снег? Ух ты. Вася один украшает ёлку, представляете? Простите, но почему игромания вещает про фильмы? Вася, а почему снег розовый? Реально розовый снег. Вася, это странно. Это странно. Это кровавый снег, знаешь. Главное, что не жёлтый. Остальное всё. Хорошо. Так вот, почему игромания вещает… Вася, что это? Он сам удивлён. Теперь, да. Ну у нас ёлка такая вся. Это… Селёжка под шубой. Надо было… Покажи, Вася, покажи это в кадр. Ну давай, давай, покажи. Кот, кто интересовался, почему игромания вещает про кино… Ребят, мы уже, блин, год вещаем про кино в рамках утренних эфиров. Да, ну… О, как он пахнет-то, господи. Покажи. Давай. Сейчас. Она здоровая. Да! Ёлку! 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 По ней размазали селёдку под шубой и, видимо… Да не, похоже на снег, но почему розовый? Пахнет, как средство для мытья посуды. Так, ну вот теперь самое время. Может Пася пытается нас отравить? Да, теперь самое время. Да. Ну ничего, ничего, всё хорошо. Новогоднее настроение. Розовый снег, даже во сне, да, это цитата Агаты Кристи. Надо только проветрить теперь после ёлки, всё хорошо. Но зато у нас, да, у нас как раз последняя новость, очень новогодняя на самом-то деле. Тут пиар-менеджер российского подразделения компании Sony, компании PlayStation, Дмитрий Лазарев, сообщил следующее нашим коллегам с портала DTF насчёт повышения цен в России за налоги на Google. Корректировка по НДС точно не переложена на пользователя, так что с 1 января повышение цен не планируется. Они могут быть скорректированы по соотношению текущей ситуации с курсом валют, но не в связи с новым налогообложением. Так что, ребят, те, кто боялся, что из-за налога на Google при сно-памятного, подскочат цены где-то там. По крайней мере, точно в PlayStation не подскочат. Новость изумительная. Вот. Так что, так что вот так, ребята. Надо заканчивать, я не могу больше дышать. Да, поэтому, да, поэтому, ребят, у меня уже башка болит, да. Всем приятного понедельника. Последнего в этом году напоминаем. С вами были Анна Брославец, Дмитрий Шепелев, Василий Копейхин, который вот это вот сотворил, Дмитрий Кудряшов. Всем... Елочки кровоточит. Пока, друзья. Всем удачи, всем пока. Всем пока.